Всем привет! Сегодня 14 февраля и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление с богинями. Это пати и... Вот оно в богинях. Это свидание. Сначала мы переодеваем богиню. Дальше мы участвуем в пати. Я сейчас зайду. И впоследствии в пати мы можем выиграть... Не можем, а всем достается путевка на рандеву. И уже в рандеву смотрим, отвечаем на вопросы. В принципе, зачем это сделано? Для того, чтобы поднять какие-то статы дополнительные. Что у нас есть? Значит, здесь были подарки. Вот мы ловим подарки. Все, что на экране появляется, мы бросаем кости. Это все как задание. То есть, есть всего 12 заданий. За эти 12 заданий мы получаем очки. Посредством этих очков начисляется награда. За первое место, второе и третье, с пятого по десятое и с одиннадцатого ниже. В принципе, видите, пятое место в рейдинге. Получено очков 58. Сколько заслуг можно получать за большой дар в Альянсе? Не, не знаю. Допустим, 450. Не, я не помню. Неудобно немножко, когда записываешь. Говорят, 100, 500, может, 500. Давайте проверим. Нужно отвечать на вопросы. У меня кнопки не нажимаются. Так, нет. Не 500, может, 600. Давайте еще 600 проверим. Если вы отвечаете правильно, оно вам начисляет определенный момент. Ну, уже костюм, да. Не успел я. Не успел ответить на вопросы. Я, честно говоря, даже не помню, сколько там дают. По-моему, что было 450 или там 200, 450. Вот, смотрите, угадывание чисел. Ну, здесь просто наугад. Но главное, чтобы второе число... Второе... Опять же, у меня... Что это такое? Цифра, а не это самое. Главное, чтобы второе было ноль. Просто наугад угадывайте. То есть, это абсолютно грандомно. И если кто-то угадает... Видите, опять кости, подарки. Собирайте подарки обязательно, кости бросайте. То есть, по костям, кто больше выбросит, тот и занимает первое место. В принципе. Ну, и главное, отвечать правильно на вопросы. Видите, я немножко теряюсь, потому что при записи видео немножко идет. Какую награду можно получить за участие золота? Золо... Золото. Получена награда, наоборот, ну и что? И что у меня получается? Золото. Большой буквы нужно было? Нет, странно. Награду можно... Какую награду? Потому что она имела в виду, был один вопрос, сколько раз? Ну, давайте. Ладно, опять угадывание. В общем, ну, это какой-то треш, в принципе, в целом. Нужно успевать писать, нужно успевать ловить все, что на экране падает. Отвечать на вопросы, угадывать цифры. В принципе, я сейчас, как бы, при записи опять играть в кости. У меня кости упали в самый низ, и я их просто не достану. Они внизу вот там засветились. Кости нужно максимально сверху ловить изначально, для того, чтобы бросать. Потому что они уходят в опыт дополнительно. Монеты – это обычное золото. Можно давать... Так, 10, 75, где-то. Вот. Вот, первое место я получил 100 очков рейтинга. Получается, нужно решить какое-то легкое математическое задание. Вот. Первое место за этот пункт, за десятки, их всего 12. То есть, в зависимости от того, какое место мы получим, то и подарочки, вот эти все награды монет. Монеты, предпочтение богинь, души героев падают, то, что я видел. Мы играем в кости, но вот я костей не вижу, потому что они у меня упали в самый низ. То есть, их нужно изначально подхватывать в самом верху. Они каждый раз падают ниже, 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 и, соответственно, если они у вас уже упали в самый низ, то вы уже их использовать не можете. Вот, соответственно, вы проигрываете в этом задании. Так, последнее задание. Угадайте цифры. Ну, я не знаю. Давайте вот так вот. Здесь понятие. То есть, здесь абсолютный рандом. Вау. Событие завершено, я не успел написать. Вот, я получил пятое место. Значит, как работает это пати? Пати это как бы, оно работает с 12 до 10, если я не ошибаюсь, каждый час. Можно зайти один раз в день и получить награду. После того, как вы взяли награду, да, награда вот у вас. Ледяное сердце, золото. Дальше вот приглашение. Доступно. Там 4 на выбор, я покажу сейчас. И подарок богини. То есть, богиня, можно делать подарок. И там 4 богини идут и 4 вида подарков. Так, ну, значит, сейчас берем этот подарок, получаем. Открываем. Так, смотрим, что у нас. Приглашение. Смотрите, изначально у вас есть только Аврора. Анны, Жанны Дарки, Пандоры у вас нет. Поэтому берете Аврору по-любому. Потому что у вас только она и для... Я объясню, зачем дальше. Так, богиню открываем. Вот мы получили меч. Это для Жанны Дарк. И для лунной богини. И вот плащ для богини рассвета. Аврора – это богиня рассвета. Дальше вот есть богиня. И не смотрим. Есть вот уровень симпатии. Сейчас в рандеву мы будем прокачивать уровень симпатии. Чем выше будет прокачиваться уровень симпатии, тем выше будет бонус. Она будет давать и защиту дополнительно. На пятом уровне откроется новая богиня. То есть, я так понимаю, там откроется либо там Жанна Дарк, либо Пандора, либо что-то из этого. Там 4 ближайших. Так, идем на рандеву. Дорогой воин. Так, 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 так. В общем, нас вызывают на рандеву. Ну, поехали. Вот. Сегодня поболтаем. Так. И дальше, что на рандеву? Будут вопросы. На эти вопросы нужно отвечать или как-то реагировать. Нужно делать это правильно. Так, повторяю. Если мы не сможем изменить судьбу, гибели, мира, так, смерть и всего, как минимум, я спасу тебя. Да. Это будет правильный ответ для того, чтобы получить. Интересный человек. Дальше. Значит, является причиной непогоды в последнее время? Настроения нет. Пейте больше теплой воды, но это как-то грубо. Я знаю, где есть хороший магазин сладостей. Дальше. Обладает вечной жизнью, а люди стареют. Так, я хочу иметь безграничную жизнь, поэтому нужно дорожить временем, проведенным вместе. Естественно, так. Смотрим дальше, что у нас. Несколько дней назад попался на класс неплохой магазин украшений. Подарить подарок. Хорошо. Давайте смотрим украшений. Есть лепестки. И есть... Так, ну у нас богиня рассвета, я не знаю. Ну давайте халат. Почему нет, не знаю. Больше единиц. Не знаю, почему не все было. Так, иногда я думаю, что нибудь к моему окну придет храбрый, красивый воин. Так, важный чай. Смотрите, здесь нужно, я так понимаю, в центр. Ну то есть я еще целиком не разобрался, если будут какие-то уточнения, кто уже въехал и понял смысл этого всего. Видите, опять упало. Кто въехал, то пожалуйста напишите в комментариях. Воина пробит камень. Я не знаю, вот смена темы, я опять влажничаю. Вот, ну вот видите, здесь вот нормально. Здесь наоборот, плюс пошло. Вряд ли, если крылатый конь отправляется под утро, затяженный в золотую кресеньку, приносит людям рассвет. Вот, не знаю почему, но в принципе вот немножко получилось поднять. Буду в дальнейшем еще каждый день смотреть, разбираться. И когда я уже разберусь, либо посмотрю, может кто-то будет вас объяснять в комментариях, где скажут, что и как. То в дальнейшем я сниму еще одно уточнительное видео, где я объясню полностью на какие действия, как, на какие вопросы, как действовать и как отвечать. И вообще в принципе как эта механика работает. Пока понятно только то, что нужно прокачивать уровень симпатии. Ходить на пати, отвечать на вопросы, дальше рандеву, прокачиваем уровень симпатии, до пятого, дальше откроется новая богиня. В принципе, чем выше, тем больше бонусы. Бонусы, ну, большие, то есть физзащита и тому подобное. Дальше, возможно, будет маг защита, прочность, крит, я, наверное, думаю, угород, парирование, там, такие какие-то статы будут у других богиней. В принципе, на этом все. Если есть какие-то уточнения, комментарии, пишите. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok